Ивану Ильину 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 Народов Неверия в себя То есть в творческие силы Силы своего народа 3. Насыщение политической жизни ненавистью и тягой к анархии Мы обязаны преодолеть и то и другое Ни на классовой Ни на расовой Ни на партийной ненависти Россию нам не возродить И не построить Знаем мы, что иностранцы будут поддерживать и разжигать в нас все эти виды ненависти для того, чтобы ослабить, расшатать, расчленить и покорить нас Но мы должны очистить и освободить себя от этих разрушительных сил и погасить, искоренить в себе этот дух грозящих нам гражданских войн И сделать это мы должны потому, что мы христиане и потому, что этого требует от нас государственная мудрость и верное разумение исторических и многонациональных судеб нашей Родины Великую и сильную Россию невозможно построить на ненависти, ни на классовые социал-демократы-коммунисты-анархисты, ни на расовые расисты-антисемиты, ни на политически-партийные карьеристы И вот наше третье положительное задание – обновить в себе дух, утвердить свою русскость на новых национально-исторических, древних, но по содержанию и по творческому заряду обновленных основах Мы должны научиться веровать по-новому, созерцать сердцем, цельно, искренно, творчески, чтобы мы сами по себе знали И чтобы другие о нас знали, что не про нас это сказано, на небо посматривает, по земле пошаривает Мы должны научиться не разделять веру и знания, а вносить веру не в состав и не в метод, а в процесс научного исследования И крепить нашу веру силой научного знания Мы должны научиться этой новой нравственности, религиозно-крепкой, христианско-совестной, не боящейся ума и не стыдящейся своей мнимой глупости Не ощущающей славы, но под сильным истинным гражданским мужеством и волевой организацией Мы должны воспитать в себе новое правосознание, религиозное и духовно укрепленное, лояльное, справедливое, братское, верное чести и родине Новое чувство собственности, заряженной волей, качеству, облагороженных христианским чувством, осмысленное художественным инстинктом, социальное, по духу и патриотическое, по любви Новый хозяйственный акт, в коем воля, к труду и обилию будет сочетаться с добротой и щедростью, в коем зависть преобразится в соревнования, а личное обогащение станет источником всенародного богатства И скажем себе прямо, что многое из этого уже было в России, скормленное православием и живую русско-славянскую добротою Словом, России нужен новый русский человек с обилием религиозным, познавательным, нравственным, художественным, гражданским, собственническим и хозяйственным укладом Этот уклад мы должны прежде всего воспитать и укрепить самих себе, ибо только после этого, вследствие этого мы сможем передать его нашему даровитому, доброму и благородному народу Который доселе пребывает во много беспомощности и в соблазнах, и который нуждается в верной, сильной, ведущей идее Россия ждет от нас нового христианско-социального, волевого, творческого воспитания Но как же воспитает других тот, кто не сумел воспитать самого себя? Это главное, это на века, без этого не возродим и не обновим Россию А на этом пути справимся со всеми бедами, опасностями, заданиями и затруднениями И кто в этом духе поведет свое обновление и самовоспитание Кто так сотворит и других научит, тот осуществит свое историческое и отечественное призвание